приветствую всех мы продолжаем и у нас выбор опять почему-то не показывается что насколько повысится повысится хаос недовольство так и разведданные или разведданные улучшение для брони мы и так можем купить а улучшение для оружия мы пока еще не можем припустить поэтому я думаю пойдем сюда здесь сложность средняя здесь тоже средний соответственно выбираем набережную и отправляем наших солдат все все готово сантиметра и хостел территории и посмотрим что мы можем приобрести у нас появились вроде адаптивные волокна адаптация чтобы узнать что это за способность и может пробираться в вентиляционной шахты я думаю стоит дать это херувину так как он у нас такой милишник плотный и все так подождите склад как собрать все снаряжение не использованы потому что у нас то осталось гранаты еще и гранату эту надо забрать где это было здесь оснащение так вот вернуть предметы на склад да это здесь было все теперь с лишней гранаты это будет все полегче и мы дадим ее затяжки наверно обезвреживающее газуем он видит контрабанду через дверь это круто так мгновенное сканирование первый боец который пройдет через этот вход будет отмечен до конца боя а здесь последний аргумент последний воспользуясь этим входом боец получит плюс 3 урона во время поникновения так плюс 3 плюс 3 я бы дал терминал на что у нее дробовик сюда я не хочу проходить потому что будет отмечен зачем мне это надо я вломлюсь всеми через одну дверь тут по большому счету без разницы кроме как я хочу терминал чтобы был последний вот так с дробашом и штурмуем два уровня у нас так и что мы видим питон они все не готовы солдат громила и легионер самый плотный с броней но стреляем начать так тебя мы уже добираем следующий солдат громила и легионер фаланг снижает урон который получают херовыми его товарищи и поглощает весь урон но здесь нету людей кто может нас атаковать поэтому мы пока что я не использую так и последний восемьсот один но давайте восемьсот один отлично добил смотрим что у нас сейчас произойдет легионер только остался и питон которого еще заберу так два раунда чтобы забрать уже улику притягивать не будем мы просто с рывком забираем вот это неожиданно прилетела так и что мы можем сюда можем стрелять можем стреляем пятьдесят четыре не густо но что-то делать отлично попали так мы не достаем мы можем наложить щит на затяжку походить сюда и потом командные работы забрать легионера я думаю так стоит сделать сейф с контрабандой получил так ты тоже не достаешь но тогда передаем ход херуиму херуиму передали и полечим затяжку подойдем поближе он еще не доволен кстати что лечит робота от меня подальше держи и походу зря я дал командную работу потому что затяжка ходила следующая фаза так последним воспользуясь этим входом боец гарантированно попадет во врага враги наносит на одну единицу меньше урона во время проникновения здесь мы стреляем с дробаша а здесь мы врываемся я думаю тремя смотрим гадюка но я думаю стреляем по тем кто больше шанс попасть и убить с первого раза так агрессия кстати агрессия это хорошо агрессивных мы сейчас не убиваем потому что у нас есть очень крутая обилка фаланга которая впитает весь их урон а он только одного не обоих я думал он обоих будет впитывать легионер или солдат я думаю легионер потому что солдата мы заберем со стопроцентной вероятностью крита то есть урона так не забираем это плохо нам надо попробовать так было больно затяжка может попутывать врагов рядом с собой нанося им незначительный урон и лишая возможности действовать в свой ход на следующий ход затяжка должна решить пустить ей противник или удерживать его дальше кто хватит солдат вот это опутывание я думаю стоит рискнуть и я потратил два хода это была ошибка что-то я да поторопился ладно сейчас ей прилетит ага вот сюда ей надо уйти он отошел это хорошо так а подкрепление у них вроде быть не должно на самом деле то есть мы можем забрать его вот допустим этого товарища с критом укрестный дробовик я перепутал ты меня пальцами не тырпачь так плохо по затяжке снес укрытие это плохо щит соответственно мы выдаем затяжки в тридцать один процент ни о чем поэтому просто подходит отлично еще паладин остался так если у тебя граната отлично ты достаешь гремлин на затяжку и кидаем оглушаем всех троих я надеюсь да отлично все дезориентация супер еще мы можем пострелять но не по кому давайте отсюда и отсюда мы достаем да попал гад затяжки надо сваливать но и не не забывать поставлять еще конечно с критом попытаться так здесь в принципе можно забрать товарища аккуратно но мне кажется смысла большого в этом нет потому что я поглушить не смогу другой стороны можно конечно попробовать хотя тут давайте на себя нет подойдем вот так и туда кинетический щит наложим не можем ладно тогда стреляем погромили дальше 33 30 полное укрытие эвакуировать я конечно понимаю но так как новых не предвидится врагов я бы хотел их все таки забрать 36 не давайте полечим все ради развертанных все ради развертанных но сейчас там прилетит понятно на подкрепление неминуемо но ясно тогда тогда сматываемся эвакуируем до и у нас сейчас могут проблемы кое-какие возникнуть вот с этим крестным серьезные причем здесь щит и тоже сматываемся тут возвращаемся назад и хилим крест но и даем еще и броню уклонение отлично не страшно сейчас как крепление вырывается так вот это уже опасно у меня кончились патроны отлично бежим со всех ног так и рулим эти тут будет три перед крестный ходить это не очень конечно хорошо но что по делу держись так так Да, надо Сматриваться Оставили крёсту На произвол судьбы Надеюсь, с ней ничего не будет Так, комитетически Выдержал Ещё два выстрела А вот и сектопот Сектой, точнее Проснулся Так, ну я надеюсь сейчас Что это такое вообще Так, вы издеваетесь, да? Серьёзно ранен, но Миссия закончилась, потому что Все бойцы уже ушли И из-за вот этих Разведданных я сейчас чуть не потерял Интересная система То есть, если последний игрок ранен То это считается, что он ушёл Всё равно Получили улучшение для оружия Разведданных и улики И всё-таки мы 20 единиц Не зря она Получила ранение Смотрим Так, агент Сера Феникса Но это мы только что прочитали Нужны результаты, чтобы реабилитировать Так, недовольство растёт Уровень недовольства Жители районов города показывают Насколько отчаянной стала ситуация По мере его повышения Задание будет усложняться А когда он достигнет предела То начнёт создавать анархию в городе Уровень анархии отражает Общий уровень стабильности В городе 31 Если она выйдет из-под контроля Вы проиграете Так, недовольство в районах растёт Если вы игнорируете находящие в нём цели Мы не сможем реагировать на все цели в городе каждый день Поэтому наши действия следует планировать особенно тщательно Уровень недовольства жителей падает Когда мы выполняем задания в их районе Если недовольство в районе достигает предела В городе начинается анархия Каждый достигший точки кипения район Добавляет плюс один к уровню анархии В начале каждого дня Так, и вот мы уже можем взламывать И есть способности у нас То есть снижение уровня недовольства в районе Стабилизация недовольства в районе Дополнительные награды за нейтрализацию кризисов И отдел по распределению особо опасных преступлений Снижение уровня анархии Это нас не требует Так, нужно создать полевой отряд Я понял Ну, давайте тогда Снижение уровня или стабилизация Снижение нам надо Как это... А, вот сюда Я понял Существует три типа полевых отрядов Финансовый, инженерный и отдел безопасности Каждый имеет дело со своим видом ресурсов Отряды можно улучшить, чтобы увеличить приносимый ими доход Или изменить их тип Создание полевых отрядов требует разведданных и стоит тем дороже, чем больше у вас будет полевых отрядов этого типа То есть вот где разведданные требуются Это полевые Так как стоимость создания отрядов одного типа быстро растет Разумно сперва вложиться в отряды нескольких типов Прежде чем улучшать какой-то один Бесплатные полевые отряды можно получить в награду Это позволит создать новый отряд или улучшить уже существующий Так, купить бесплатно сейчас мы можем один Мы приносят 15 кредитов День, неделя, пятница А, ну все одинаково То есть Смотрим дальше Плюс 5 кредитов 50 кредитов за выполнение заданий в этом районе 5 разведданных 25 разведданных 5 лерия 15 лерия 1 очко разведки Минус 2 к недовольству Вот это, кстати Минус 1 недовольство Я думаю разведданные надо Потому что, во-первых, это все покупается за разведданные А во-вторых, тут недовольство Давайте, да Что значит заменить И заменить Способность улучшать полевые отряды до 2-3 уровня Можно разблокировать с помощью проектов сборочного комплекса Ну, как говорили, что лучше вначале выкупить все и потом улучшать Я так, наверное, и сделаю Так, какой-то бред получается А, я это сделал Минус 50 разведданных То есть на каждый Район Свой отряд ты выбираешь Я понял Теперь вам доступны полевые отряды Они приносят ресурсы и помогают поддерживать порядок тех районов Город 301, где находится То есть 3 отряда я мог Да, купить Способность бдительность уже доступна и позволит Снизить уровень недовольства в выбранном районе Новые способности полевых отрядов можно разблокировать, наняв и улучшить дополнительные отряды Способность полевых отрядов позволяет действовать на отдельный район или на весь город 31, чтобы добиться уникального немедленного эффекта Их можно использовать бесплатно, но восстановятся они только через несколько дней Да, вот это, конечно, минус 50 разведданных просто на ровном месте Порвавлил Давайте здесь тогда отдел безопасности Теперь я вот Да Здесь мы давайте снизим уровень недовольствия Так, уменьшается на единичку, да, я так понимаю? И еще минус 2, как раз будет все хорошо Так, стабилизация Больше мы ничего не можем пока На карте появился кризис, нейтрализация которого откроет доступ к рынку собирать Отлично, вот он, кризис Но Мне надо, хочется сюда вначале Так, давайте подумаем Кризис может пропасть Здоровье увеличилось, отлично И мне кажется, вот у нас шрам, да, появился На меткость Из-за того, что ее ранили Мы ее будем лечить А в БТР переведем Нашего старого друга Почему здесь мигает, я не понимаю Все, я уже настроил Все, что вы от меня хотите Так Все, завершилось модульное оружие Новый предмет Автозаряжение Приклад Рашинный магазин Теперь вам доступен проект по улучшению полевых отрядов Завершив его, вы разблокируете более сильные эффекты отрядов на карте Мне кажется, вот это очень важно Можно улучшить до второго уровня полевой отряд Хотя у меня сейчас разведданных особо нету Лазерный прицел Я думаю, стоит лазерный прицел все-таки изучить Чтобы точность была выше Курс подготовки пройден Это уже все Так, шрамы Я уже понял Тяжелораненый в бою агент может получить шрам Шрам негативно сказывается на базовых характеристиках агента Их эффекты не пройдут до тех пор Пока агент не пройдет соответствующую подготовку Они получают шрам, когда теряют сознание в бою И начинают стекать кровью Каждый полученный шрам негативно сказывается на их характеристиках Они также могут получить шрам, когда у них остается меньше половины здоровья Хотя это маловероятно Если агент снова получит шрам, он станет глубже И уходит эту характеристику еще сильнее Шрам также становится глубже Если стекающего крови агента бросают во время эвакуации После задания Что у меня случилось Хотя я это не хотел Когда агент получает шрам, ему также становится доступен курс Позволяющий его нейтрализовать Все, но мы уже его лечим Соответственно Здесь тоже уже Расследуем Новые предметы Расширенный магазин Приклад Это Промах на единичку хотя бы И автозаряжение Вот это уже, кстати, может понадобиться нам скоро Но пока кредитов нет особо Я не знаю Давайте сходим на склад И Нет Вооружейную Точнее Вооружейную И снимем с бойцов Все предметы на склад Кто не в бою С тебя Все Отлично Отлично И я думаю Вот вначале все-таки Врезку Но это следующее уже задание Поэтому мы продолжим его уже в следующей серии Чтобы его посмотреть Не забудьте подписаться И поставить колокольчик Вам придет уведомление А также оставьте комментарий Поставьте лайк Большое вам за это спасибо А на сегодня все Всем Всего хорошего И добра И удачи До свидания